Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях девушка из далёкой Австралии Нарьяна Фёдорова. Добрый день, Нарьяна! Здрасте! Расскажи, пожалуйста, нам и нашим радиослушателям, откуда ты родом и как стала жить в Австралии. Я родилась в Якутске, закончила 9 класс ЕГЭЛ, и мы решили, что я пойду заканчивать школу вообще в Сидне, в Австралии, и поехала заканчивать школу. Закончила школу и поступила там же. Сейчас учусь. А по какой специальности сейчас ты там учишься? Поступила на психолога. На психолога? Да. Как интересно. Я знаю, что кроме учёбы ты ещё развиваешь своё дело, да? Можешь немножко рассказать об этом? Ну, в общем, я поняла, что вообще этим сейчас все занимаются, и это не так сложно, на самом деле, как представляют себе люди. Ну, для меня до этого, конечно, бизнес — это было такое слово, такое какое-то не для меня. И потом я поняла, что это всё оказывается несложно и управляемо, контролируемо. Начала я в прошлом году, и сейчас до сих пор развиваю. Вообще онлайн всё делается, там физического магазина нет. Ты сама шьёшь и делаешь? Нет, я заказываю. Я вообще не шью, а так заказываю. Вообще до переезда в Австралию наверняка у тебя были представления, да, об этой стране. Можешь, пожалуйста, сказать, что оказалось правдой, а что стереотипом? Многие представления об Австралии, наверное, стереотипы, но, конечно, много таких есть правды. Да, я расскажу то, что я уехала, когда мне было 16, поэтому, знаете, в 16 лет я мечтала, думала, типа, как в американском фильме, в американских фильмах, типа, как в Голливуде, там, кататься на машинах крутых, пати, не пати. Я приехала, пошла в школу и вообще просто занималась, готовилась к экзаменам, но вообще ничего этого не было. Но это возрастное. А так, представление об Австралии, это, конечно, пляж, солнце, море, так и есть. Но на самом деле это часть нормы, как бы, жизни. Там, и как здесь, например, мы просыпаемся и думаем, надо одеться, там, холодно. Для них это немыслимо, да, да. Для нас, наоборот, немыслимо то, что мы выйдем и там пляж, и пойдём гулять. Очень разные стили жизни и разные, как бы, виды мировоззрения, так скажем. Я слышала, что австралийцы сами по себе очень неторопливый народ, да. Жизнь очень размеренная, никто никуда не спешит. Так ли это? Да, да, да. Вообще не напрягаются, там, не нервничают, ничего. Если там что-то им не нравится, они лучше вообще не будут подходить к этому вопросу, там, или что-то. Я тоже как-то привыкла. Ну, я не привыкла, мне как-то тоже вошло это в стиль жизни, то, что я вообще не напрягаюсь. Нарьяна, ты сказала, что в 16 лет переехала в другую страну, да. Я думаю, что это было очень сложно, оторваться от родных, от родной страны, и ехать в совершенно другую часть света для того, чтобы получить образование. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, это очень для меня как-то долгий путь, что ли, был это, наверное, 16, у меня сейчас 20, получается 4 года. С языком у меня проблем не было, потому что у меня уже с первого класса каждый день английский был, я в 36-е училась. Потом меня в ЕГЭЛ оттали. В ЕГЭЛе тоже там постоянно английский, английский. Родители еще иногда за границу справляли на каникулы, поэтому для практики, так скажем. Закончила 9 класс здесь ЕГЭЛ, ОГЭ сдала на хорошо, и поехала туда в 10 класс, а там 12 классов. Такая система образования, то, что 12 классов. И 10 класс я приехала, думала, сейчас будет очень сложно. Ну, сначала меня, конечно, дали в английскую школу, в которой, типа, 6 месяцев нужно отучиться. Меня там провела месяц, сказали, иди отсюда, все хорошо у тебя. У тебя и так хорошо английский. Самое сложное было с языком, это, наверное, вообще понять астралийцев, потому что они очень быстро разговаривают, ну, и у них такой специфичный, как бы сказать, акцент. Ну, это меня занял где-то месяц, наверное, чтобы я нормально понимала людей. Меня отдали потом в государственную школу. Я начала учиться, и у меня окружение уже все поменялось. У меня 24 на 7 было только английский, английский, школа. Ну, как бы углубленно, так скажем, да, потому что я уже с местными училась, и уже с ними разговаривала, и, видимо, из-за этого у меня с английским проблем не было, потому что как-то я погрузилась, и 10 класс приехала. Вообще, 10 класс у них очень легкий. Это как здесь, например, не знаю, 7 класс. Даже 8 класс в ЕГЭЛе мне было намного сложнее, чем там 10 класс в Австралии. Поэтому я у них попросила, вы подавайте меня в 11 класс, мне здесь вообще скучно. И так получилось, что я за два года закончила 10, 11, 12, и эти два года я усердно училась, 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 потому что я знала, что хочу остаться, хочу поступить в университет там. И закончила я хорошо, закончила я даже, скажем, лучше, чем местные. Ну, я там не хвастаюсь, просто то, чем я горжусь, например. Потому что там такая система, что ты получаешь, например, здесь же ЕГЭ, получаешь совместные баллы. Там 300 баллов, например, за 4 предмета. А там получаешь 1 балл из 100. И этот балл, он тебе говорит, насколько ты лучше или хуже, чем другие. Это как бы, как сказать... Общая рейтинговая система. А, рейтинговая система. И, например, если ты получишь 100, вообще невозможно получить. Можно получить 99.95. И это значит, ты вообще один из самых-самых вообще умных в штате. Я получила 92. И те, кто получает 90+, это вообще супер-супер. Меня пригласили сразу в университет Сиднее, университет штата. И пригласили еще в другой университет. Я пошла не в тот, не в другой, они оба этих помпезных. Я пошла в простенький. Потому что там психологию лучше учат. Ну, вот так вот. И я недавно только узнала то, что меня выложили в газету местную, самую распространенную газету Астралии, как ученик отличия. Я об этом вообще не знала даже. Здорово, поздравляю. Спасибо. Думаю, есть чем гордиться. Да. Сейчас ты учишься на факультете психологии же, да? Второй курс закончила. Интересно ли тебе учиться? Ой, супер, супер. Там учат биологии, биопсихологии, там как клетки работают. Например, какие, ну и даже на русском сложно сказать, потому что у меня как бы все это на английском. Ну, очень интересно учат, статистика нужна. Какое исследование ты уже проводишь? Ну, нам пока не дают как бы. Второй курс, это... Наши курсы. А, четвертый курс. Четвертый курс, это ОНА Е, когда ты сам свой уже тезис делаешь, свою стадию делаешь. Вот. А так, до третьего курса мы просто учимся углублённо. Знаете, здесь расскажу немножко об австралийской системе образования. Здесь как бы, ну, я не знаю, я здесь не училась в университете. Так, я знаю то, что как бы тут все предметы учишь сразу, да? Там, например, если ты физик, ты должен физкультуру сдавать, да? Да. Как я понимаю. Да, это есть универсальный. Все знания даются универсально. Да, да, да. Ну, там такого, например, нет. У меня только четыре предмета вообще. Каждый семестр четыре предмета и обязательные три предмета психологии. Ну, социальная психология, developmental psychology, это, ну, развитие, психология развития. И, например, biopsychology, это, ну, про биопсихологию, там, клетки, не клетки. И эти три предмета, и один любой выбираешь, другой электрик называется. И эти четыре предмета, как ты заканчиваешь, тебе дают GPA, это как тоже один балл, который, как хорошо ты закончил этот семестр. Оценки даются по стобальной шкале, вот. Что ты обычно рассказываешь о России и о Якутии своим друзьям, знакомым? Ну, к сожалению, Запад мало что знает о коренных народах России и вообще не ведает, не понимает, как это вообще возможно, что... Я такая не блондинка, типа, ну, разговариваю по-русски, там, родилась в России, у меня им даже... Иногда мне нужно даже показывать свой российский паспорт, чтобы они поняли, что я реально, как бы, из России. Ну, даже не верят как-то, а так я сразу говорю, там, я из России, я коренной народ Сибири. Общаешься ли ты с нашими земляками в Австралии? Много ли вас там? Как часто собираетесь? Нас в Австралии вообще немного, а так в Новой Зеландии, оказывается, якутов много, потому что Новой Зеландии считается вообще, как, типа, как маленькая Австралия, ну, она такая более деревенская, типа, как Австралия, и там они даже эсэх вроде проводят, у нас там целая группа есть саха, ну, австралийцы называют ози, а новозеландцы называют киви. У нас такая группа из саха, киви и ози, и там очень много рассказывают про, ну, Якутию, про эсэхи, а так в Австралии, ну, например, я живу в Сиднее, нас вообще четверо. И мы встречаемся довольно-таки часто, особенно, когда приезжают еще из Мельбурна, и вот недавно у нас был такой фестиваль, в Сиднее называется фестиваль фильмов коренных народов мира. Там аберегенские фильмы показывали, там якутские тоже фильмы показали, а сейчас название не вспомню, но это про хамус. И еще к нам приезжает Сардана Савина, может, знаете, с фильмами своими, мы с ним очень подружились. Интересная история в том, что они, оказывается, в деревне Верхневелийске с моим папой были одноклассниками. Так я ее и встретила. В Австралии. Да, да. Вот она приезжала, и второй год уже подряд приехала. А в этом году она привезла над нами солнце, мне садится, кажется. Очень понравился, она его показала в посольстве России. Ну, всем очень понравился, мне тоже понравился. Он был оригинально, как есть на якутском, и с субтитрами. Ну, супер. У меня очень крутые впечатления после этого были. Было ли у тебя когда-нибудь желание помогать в развитии Якутии? Если да, то как? Желание было, но у меня, например, тетя, она очень страстно любит коренные народы и права коренных народов. Например, там аборигены, они же австралийские, тоже коренные нормы. А, Мария Кула. Это моя тетя, родная тетя. Ах ты. Вот так она любит защищать Якутию всегда. Она привозила даже аборигены сюда, на изнысах. Желание есть, но как бы не знаю, как. Как именно помочь, да? Ну, здорово, что ты уже встречаешь наших земляков, да, в Сиднее. Показываешь им город, рассказываешь. Это тоже, я думаю, что помощь. Желаю тебе удачи, успехов в учёбе. И, конечно же, успехов в продвижении своего дела. Спасибо. Молодец, что решилась развивать свои дела, особенно в другой стране, да? И хотелось бы попросить тебя сказать пару слов нашим радиослушателям. Хотелось бы пожелать всем молодым нашим родным якутианам то, что не бойтесь уехать за границу там, если вы когда-нибудь захотите. Это хоть и сложно, скажем, в психологическом плане, но это, как сказать, worth it. Это очень стоящее дело. И тебе поможет это в будущем. Самое главное — просто не бояться. Устремитесь к лучшему. Не бойтесь. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня у нас в гостях была девушка из далёкой Австралии Нарьяна Фёдорова. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok